То, что с той стороны ты залетишь, а с этой будут два выхода. Летом эти школьники снова за партами, но уже по собственному желанию. И вместо ручки и тетради у них пульт управления и клавиатура. С виду это обычная компьютерная игра. На деле симулятор реального полета беспилотника. Когда подрастает человек, пока он не летает, он не знает, как летать. И поэтому надо таким заниматься. У меня получается только гонки летать на скорости. Но только не получается у меня не поворачивать. Можно разбить дрон. И поэтому нас учат, как нужно, чтобы не сломать дрон. Учатся пилотированию казачата села Надежды. А также воспитанники местного детского дома и дети из семей участников спецоперации. Мы сейчас обучаем казаков своих детей военно-прикладным каким-то моментом. Ну, это много таких клубов. Но большая востребованность именно теперь еще в технических знаниях. В дальнейшем, ну, кому как пригодится. Потому что, ну, в мирной жизни умение владеть дроном тоже есть. Тем более сейчас сделана Федерация по спортивному полетам на дронах. Она вошла в Министерство спорта России. Будут организовываться дальше соревнования уже на федеральном уровне. Ну, это первые шаги к этому тоже. Мастерство пилотирования детьми уже закреплено. Пришло время реальных полетов. Первоначально проект создавали для обучения управлению беспилотниками участников СВО. Теперь старшие товарищи пришли передать свои навыки детям. Да, все спрашивают, интересуются, что, как и для чего это нужно. Дроны сейчас очень популярны, набирают обороты. Без них очень сложно, тяжело работать. Они подвязаны ко всему. Любые действия, это поднимается воздух, птичка, и уже дальше начинаем работать. Организовал обучение местный военно-патриотический клуб при грантовой поддержке Росмолодежи. Посадить летом детей за парту, учить их управлять. И им это интересно. Но это тот навык, который очень нужен. Это все бесплатно, это все для детей казачат, юных, которые ходят. Здесь местное казачье общество, это для детей детдомовцев. Нам очень важно, что это делают дети, потому что они не наше будущее. Я с этим не согласна, они наши настоящие. После трека с препятствиями ученики занимаются на открытых полигонах. В распоряжении реальные дроны со специальными очками виртуальной реальности. Теперь все в руках новоиспеченных операторов. Но инструкторы-наставники обещают, дети под чутким руководством профессионалов освоят все секреты. А увидели мастерство и Виктория Шкальная, и Владимир Ходорев. Ставропольское телевидение.